МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маменька! Помогите! Ваня! Маюша! Маменька! Сыночек! Я иду! Где ты? Что, матушка? Опять кошмар приснился? Маменька! Маменька! Ох, матушка! Это всё от нервов! Маменька! Вот! Выпейте пустырника! Ну! Маменька! И сказать, что товар заходит. Уже с месяц во сне является. Доктор ведь уже больше года как погиб. Может успокоиться вам, не мучить себя. Платье мне приготовь. В город поеду. Может примет она меня. Кто? Та, кто за место меня с Иваном потолкует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Анна Викторовна, прошу говорить. Я? Да ну, что говорить? Все, все что угодно. Когда-нибудь ваш голос услышат ваши правнуки. Сегодня 6 июня 1894 года. Погода замечательная и мы с Андреем Петровичем голоса записываем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такой… Такой неприятный? Ну, что вы такое говорите? У вас прекрасный голос. Это в первый раз так кажется. День добрый, господа. Могу я видеть Анну Миронову? Это я? Как хорошо, что вы здесь. Я к вам по делу. По особому делу. Говорят, ваш дар вернулся. Не откажите. Помогите мне поговорить, сын. Прошу прощения, я давно не оказываю подобного рода услуг. Я прошу вас. Умоляю. У него никого нет, кроме меня. Он мне пытается сообщить что-то очень важное, я это точно знаю. И… Анна Викторовна, помогите. Хорошо. Проходите. Андрей Петрович, простите, я вынуждена недолго вас покинуть. Как вам будет угодно. Сегодня, 6 июня, мой сын Иван Глебов служил земским врачом. Прошлой осенью он поехал к больному в соседнюю деревню, да так и не вернулся. Пролетку с лошадьми нашли через два дня в полях, а Ванечку только весной, когда снег сошел. Я вам сочувствую. Ужасно потерять единственного ребенка. Спасибо, но я уже свое отстрадала. Только вот уж с месяц, как, Ванечка стал приходить ко мне каждую ночь. Приходите. Во сне. Он как будто хочет сказать мне что-то очень важное. Зовет меня. Маменька. Маменька. Я боюсь, что не своей смертью умер, Ванечка. Убили его. И пока мы виновного не найдем, душа его не успокоится. Хорошо. Я попробую вам помочь. Дух Ивана, явись мне. Дух Ивана, явись мне. Дух Ивана Глебова, явись мне. Он здесь? Он здесь? Да, он здесь. Что? Что он вам говорит? У вашего сына есть дети? Нет. Ванечкина жена скончалась. Детей у них не было. Он так и не смог отойти от ее смерти. От горя работы спасался. Ребенка качал. Том нитку взял и шить начал. Нитка длинная такая. Куда иголка, туда и нитка. Ну, конечно. Господи, какая же я глуша. Засиделась я у вас. Мне домой уже пора. Простите, что я больше вам ничего не сказала. Да что вы, ангел вы. Вы мне очень помогли. Храни вас Господь. Андрей Петрович. Ничего не говорите. Я все понимаю. Я умею хранить секрет. Кажется, это ни для кого уже не секрет. Кажется. Ну, как прошло, матушка? Сказала вам, выражая, что-нибудь про доктора? Нет. Ничего не сказала. Вы бы покушали, матушка. А то сил не будет. Без тебя, знаю, глупая, не жужжена духом. Посыльный приходил полчаса назад. Госпожа Самсонова за вами посылали. Госпожа Самсонова за вами посылали. Ну, что ж ты сразу что-то не сказала, а? Дело у меня еще есть. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА – Куда это ты так торопишься? – Дела, Маша, дела. – Может быть, хоть раз скажешь, какие? Виктор, ты постоянно куда-то уходишь. Ты стал скрытен и совершенно не уделяешь мне никакого внимания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, вот зачем ты так? Вечно ты все преувеличиваешь. Просто у меня срочное дело в городе. Ты ведь теперь сама современная женщина. Работаешь у Рябушинского. Должна лучше меня понимать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О проблемах современной женщины. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мало видать. Куда там? Сама бросилась. Или помог кто? После того, как доктор погиб, вдовушка-то совсем того, умом тронулась. А ну, надо допирать тебе. Нежишься не смотреть. Объектив протри. Слушаюсь, прошу благородие. И с той еще стороны сфотографируешь. И сумочку не забудь. Очень хорошо. Тот самый? Да, все еще функционирует. А реактивы где берете? Привозят из Петербурга. Рад вас видеть, Антон Андреевич. Жаль только, что обстоятельства встречи не очень приятные. Так мы с вами по-другому и не встречаемся. Давай оттуда теперь. Кто такая? Личность установили? Антонина Глебова. Замужем? Нет. Вдова. Сын у нее Иван Глебов, земский врач. Нужно опросить. Хорошо бы, да… Разбился он около года назад. Лошади понесли, и там… На самоубийство не похоже. Не похоже. Тело нужно срочно на доктор Умилцу отправлять. Да уж куда спешить теперь. Да тут, как божий день, ясно. Это Миронова ее на тот свет отправила. Кто? Агафья, горничная Глебовой, сказала, что барыня сегодня ездила к этой Анне вражей. А теперь вот. И трех часов не прошло. Полиция во всем разберется. Советую слухи не распускать. Я уверен, что Анна Викторовна тут совершенно ни при чем. День добрый, Анна Викторовна. Здравствуйте, Яков Платоныч. Что-то случилось? К сожалению, да. Скажите, вы встречались сегодня с Антониной Глебовой? Да. Откуда вам это известно? В руки пяти. Пару часов назад ее тело нашли заслободкой на овраге. То ли несчастный случай, то ли толкнули. А зачем она к вам приходила? Помощи просила с сыном поговорить хотела. И вы помогли? Помогла. Анна Викторовна, вы должны быть осторожны. Мало ли кто может заявиться к вам с подобной просьбой. Не стоит помогать всем подряд. Знаете, Яков Платоныч, это мне решать, кому помогать и кому не помогать. Господи, зачем же я ее отпустила? Она такая была, такая взволнованная. Анна, не корите себя. Вы ни в чем не виноваты. Я прошу вас, хотя бы сегодня не гуляйте по городу одна. Кто-нибудь проводит вас домой? Ну, да. Андрей Петрович Клюев. Ну, значит, мне не о чем волноваться. Честь имею. Здравствуй, любезный. Служишь здесь? Служил. У вдовой Глебовой на хозяйстве, царствие небесное. Давно ли? Да почти два года. Стало быть, здесь был, когда сын у нее пропал? Был, ваше благородие. Уж как госпожа Глебова страдала. Сначала надеялась, что вернется он. А когда поясне тело нашли, чуть не каждую ночь выло. А теперь в кабинете доктора вроде как музей. Все как при нем было. Госпожа строго-настрико запретила сюда входить. Агафья как-то раз ослушалась, так ее чуть не выгнали. Кто такая? Горничная. Двое нас. Понятно. Да? Не помешаю, Александр Францевич. Антон Андреевич, здравствуйте. Я рад всегда вас видеть. Удалось выяснить время смерти? Я полагаю, судя по свернувшейся крови, три-четыре часа назад. Где-то так. И самый главный вопрос, который меня беспокоит, сама ли она или же ей помогли? Я прошу вас. Ближе, ближе. Вот посмотрите. Видите эту рану? Угу, угу. Эта гематома говорит о том, что скорее всего был справа нанесен удар каким-то тупым продолговатым предметом. Потому что, если бы было просто падение и удара плоский камень, то характер раны был бы совершенно другой. Скало быть, убийство. Несомненно. Матушка, матушка, упокой Господь ее душу. Ездила она тут ко дной. Чуяла мое сердце не к добру, это так и получилось. Ты про Анну Миронова? Она к этому делу отношений не имеет, так что прошу тебя слухов не распускать. Когда видела хозяйку в последний раз? Так в обед. Она потом к Самсоновым уехала. Знаешь зачем? Она у молодой барыни экономкой служила. Угу. Ну, а ты сама где в это время была? Да здесь я была. Где же мне быть? Я хозяйством занималась. Матушка обычно к семи вечера возвращалась. Я ужин приготовила, самовар поставила ей, все нет и нет. Потом дворовые прибежали, сказали, что нашли ее. Могу я смотреть в кабинет доктора? Наш доктор самый лучший был. Его в уезде очень любили. К нему даже из губернии ездили. Здесь все осталось, как при его жизни. Матушка его память очень берегла. Как я полагаю, матушка с сыном были привязаны друг к другу. Ну, однако доктор одинокий был молодой. Может какие любовные увлечения были? Иван Иванович был порядочный человек. Жизни людские спасал. Некогда ему было шашни крутить. Откуда это знаешь? Я? Так, помогать он меня просил. Будто инструменты кипятило. И видела я. Он либо у больных, либо здесь, дома. Вот его жизнь, вся тут. Ну, спасибо. Ты иди, а я еще осмотрюсь. О своих шурохмурых с доктором-то умолчала. О своих шурохмурах с доктором-то умолчала. Тихо. Не суй свой нос не в свои дела. Проболтаешься, изведу. Ладно тебе, не стращай. Держи язык за зубами. Не лезга. А не то ты у меня на улице будешь выбираться. Уразумел? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Дух Антонина Глебова, явись. Дух Антонина Глебова, явись. Дух Антонина… Дух. Золото. Милц подтвердил, что вдова погибла насильственной смертью. Ее ударили чем-то по голове и сбросили во враг. Чтобы мы с вами списали это на самоубийство. Похоже на правду. Да. Войдите. Ну наконец-то. Сколько можно чинить одну лампу? Да будет свет. Спасибо. Да будет свет. Я поспрашивал у соседей. Глебова никому хлопот не доставляла. В долгах не была. Да и вообще врагов у нее не было. Трудно себе даже представить, что у кого-то был мотив ее убить. А вам что-нибудь удалось выяснить? И горничная, да и мальчишка городовой утверждают, что Глебова после обеда поехала к Самсонову. А еще я смотрел кабинет доктора. В ящике для инструментов не хватает скальпеля. Ну доктор мог его просто сам потерять. Да не похоже. В комнате идеальный порядок, а прислуга говорит, что Глебова в комнату сына никого не пускала. Черт его электричество. И что же вы думаете, что это она взяла скальпель? Не исключаю. Она сегодня приходила к Анне Викторовне и просила помочь ее поговорить с умершим сыном. Это я слышал. Уже все судачат. Анна Викторовна рассказала ей, что ее сына убили. Возможно вдова поняла, кто убийца и отправилась отомстить ему. Ну, вроде пока никто не убит. Слава Богу. Я тоже на это надеюсь. А еще взгляните. Доктора нашли ранней весной. Тело было в ужасном состоянии. А вот на голове обнаружили продолговатую гематому. Как у вдовы? Именно. Когда подумали, что он сам ударился головой, когда упал в овра. Но если допустить, что его убили, а вдова узнала об этом и отправилась отомстить ему, то убийца мог с ней расправиться. Завтра нужно ехать к Самсоновым. Возможно, они прольют свет на это темное дело. Анна, как я рада вас видеть. Здравствуйте, Полина. Я просто мимо шла и подумала узнать, как у вас дела. Благодарю. Все хорошо. Как раз утром доставили вашу книгу. Да? Какую книгу? Вот эта. Ну, я уже и забыла. Сколько я вам должна? Ну, что вы. Берите абсолютно бесплатно. Но если мне захочется поболтать со своим покойным дедушкой, вы же мне в этом поможете. Простите, я ни в коем случае не хотела вас обидеть. Просто весь город только об этом и говорит. А я верю в подобные вещи. Я понимаю. Мне просто каждый раз неловко, когда речь заходит. О вашем чудесном даре? Да, я понимаю. И я обещаю, что больше никогда не буду задавать подобных вопросов. Только если вы сами не захотите поговорить на эту тему. Просто ужасно интересно, как все устроено в загробном мире. Боюсь, я ничего не смогу вам сказать. Неужели? Вы же можете все спросить. Просто я чувствую, что есть вопросы, которые не стоит задавать. Так сколько я вам за нее должна? Два рубля сорок пять копеек. Простите меня еще раз. Мне ужасно неловко. Мне бы не хотелось потерять ваше расположение. И вы меня простите. Обещаю не сердиться и дойти к вам на днях. Да-да. Заодно расскажете, как вам книга. Я полистала. Мне кажется, тут много любопытного. День доброго, Анна Викторовна. Спешите? Выдаль, тороплюсь. Что это у вас за фолиант? Да фолиант вам должен быть давно известен. Загадками говорите. К сожалению, не обладаю вашим необыкновенным даром. Так что ответить не могу, пока не покажете книгу. Тороплюсь. Как-нибудь в другой раз. Очень жаль. А я сейчас еду в усадьбу к Самсонову. Вдова Глебова работала у них экономкой. И незадолго своей смерти была у них дома. А кто такой этот Самсонов? Я не слышала про него прежде. Золотопромышленник приехал недавно из Зенисейской гувернии. Золото. Его жена Анастасия Петрова, урожденная Фомина, для дочери Фортнова сделала неплохую партию. Фортнова. Куда иголка, туда и нитка. Яков Платоныч, можете меня подождать? Я отпрошусь у доктора Милца и поеду с вами. Конечно. Я буду ждать вас сами. Дорогая Марья Тимофеевна, ну это прекрасно! Прекрасно! Искренне, скандально, ново! Вы прекрасно описали скуку семейной жизни, охлаждение супругов в браке, невозможность для женщины заняться каким-нибудь полезным делом из-за общественных предрассудков. Но, Марья Тимофеевна, будьте готовы, на вас набросятся все поклонники домостроя. И пусть набросятся. Драка лучше скуки. Я тоже так думаю. И поверьте, драться мы будем вместе. Я вас в обиду не дам. Значит, вы согласны со мной, что современной женщине необходимо какое-нибудь дело? Марья Тимофеевна, признаюсь вам, если бы я целыми днями занимался готовкой детьми, то уж давно бы сошел с ума. Значит, вы не были женаты, Алексей Егорыч? Нет, я не склонен к семейной жизни. Мне нужно широкое поле деятельности. Простор, полет, вдохновение. Жаль. Мне кажется, вы были бы забавным мужем. Что? Я имела в виду не скучно. Ну, как знать, драгоценная Марья Тимофеевна? Как знать? Это ведь вы предложили госпоже Глебовой работу? После смерти доктора мне стало жаль ее. Она осталась совсем одна, бедняжка. Да еще и без средств к существованию. А вы были знакомы с доктором? Конечно. Я когда еще жила у батюшки, он часто заезжал к нам. Ваш отец дружил с ним? Не совсем. Если кто-нибудь заболевал, конечно, всегда за ним посылали. Врач он был прекрасный, любую хворь мог вылечить. Настенька, душа моя, вот я и дома. А у нас гости? Штольман Яков Платоныч, судебный следователь. Это моя помощница Анна Викторовна Миронова. Мы здесь по делу госпожи Глебовой. Вчера ее тело нашли в Овраге, недалеко от вашего дома. Боже. Какое горе. Бедная женщина, сперва сын, теперь сама. Вы садитесь. Я знаю, она помогала вам по хозяйству. Что вы были довольны ею? Ну, славная женщина, а для экономки медлительная. Я ее только ради Настеньки держал. Настенька у меня такая сердобольная. Странно. Анастасия Самсонова совсем не любит своего мужа. Едва переносит. А он кажется таким мягким человеком. Внешность Анны Викторовны иногда бывает обманчивой. Зачем же ей был нужен этот брак? Неужели из-за денег? Многие посчитали бы эту причину достаточной. Анастасия Петровна говорит, что доктор часто бывал в доме ее отца. Он живет здесь, недалеко за Слободкой. Давайте навестим его. Отец Анастасии. Думаете, он может что-то знать? Порой пациенты знают о своих докторах гораздо больше, чем доктора Аня. А преступники исследуют всех? Скажи-ка, любезный, Петр Гаврилович Фомин здесь проживает? Так точно, ваше благородие, тут. Так вы что, соседи будете? Кучером у него служил. Чего-то гости к нему зачастили. А кто это еще к нему приезжал? Уж не Антонина Глебова? Не знаю я ничего. А глаза говорят, знаешь, только говорить не хочешь? Она к нему заходила. Чего-то они повздорили. Крик аж в конюшне слышно было. О чем повздорили? Не знаю, нет привычки послушать. Что потом? А потом она выскочила злая. Да уехала. Точно уехала? Точно, точно своим глазами видел. А это у тебя откуда? Колесо чинил. Поранил. Как мне доктора не помнить? Помню. Отличный малый был. Вы знаете, что он в Петербурге учился? Бстящий. Мог в столице остаться, но предпочел вернуться в родной город. Вот. Не местного калибра был человек. Я ему предлагал свою клинику открыть. К нему бы вся губерния ездила. А он все отказывался. Скромничал. Вот. Главная проблема доброго душой человека – скромность. Скромность. Пока всякие подлецы вперед лезут, благородные люди позади остаются. Душно. Я подышать. Ну, так может, на стоечке, голубушка, вмиг полегчает? Я уже пройдусь. Фасон. 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 Что быть? Ты же ему не мать, верно? Скажите, госпожа Глебова, мать покойного доктора, вчера к вам приезжала? Как пришла, так и ушла. Нечего ей тут делаться. Известно мне, что повздорили вы с ней. Колька, подмастерь ему все рассказал, да? Вот выгоню, негодяя. Так из-за чего ссора вышла? Денега напросила, а я отказал. А она в слезы. Вот стала вспоминать доктора, мол сколько он нам помогал, ну а я что богатей что ли? Ну, я сам едва концы с концами свожу, так что я выгнал ее. Колька, кстати, видел, как она отсюда вышла. Вы ведь, кажется, портновским ремеслом промышляете. Ну, теперь, правда, меньше заказов беру. Слава Богу, зять. Деньгами помогает. Петр Гаврилович, простите, я дверью ошиблась. Там сын ваш? С нянькой. Вы что, забыли что ли? Нет. Это Кольки моего ребенок. Гулял где-то, мерзавец. А мамка его померла. Ну, Колька мне в ноги упал. Разрешите, мол, оставить. Вдвое больше работать буду. Ну, только позвольте, ну, я согласился, что я не человек, что ли? Кольки, значит, подмастерья вашего. Да. Так точно. Ваше Богородие. Вы сами у него спросите? Непременно спросим. Благодарю вас, господин Фомин. Хоть подмастерье и подтвердил, что это его ребенок, но имя и фамилию сходу назвать не смог. Покрывает хозяина? Но зачем Фомину врать? Он вдовец и вполне мог бы признать ребенка, никто бы о нем плохого не подумал. Анна Викторовна сказала, что ребенок живет с нянькой, а не с матерью. А мать, стало быть, померла? Глебов семейный доктор Фоминых. Возможно, он принимал у нее роды и что-то пошло не так. В таком случае Фомин мог во всем обвинить доктора и решиться на месть. Вот вам и мотив. Говорят, доктор был щепетильным человеком, записывал все имена пациента, аккуратно ввел медицинские карты. Поедемте в дом Глебовой. Сейчас. Немедленно. Я мигом. Быстрее ветра. Дядя? Монет. Читаешь? Вот, нашел твой медицинский журнал. Очень увлекательно. Откуда цветы? Это Андрей Петрович тебе после обеда прислал. Как мило. Мне кажется, он увлечен тобой. А мне кажется, ты всерьез увлекся медициной. Давно это с тобой? Ты знаешь, Анэт, когда-то давно в Баден-Бадене у одной молодой женщины остановилось сердце. И подоспевший врач сделал ей дыхание рот в рот. Уже тогда я понял, что это самая благородная профессия. А сейчас, думаю, может мне начать посещать какие-то медицинские курсы? Петр Иванович, боюсь, наскучит это вам через недельку. Ну, отчего же. Это очень интересно. В конце концов, надо в жизни заниматься каким-то полезным делом. Почему не этим? Подыщи себе что-нибудь другое. Например? Спокойной ночи. Вот еще. Господа, может быть, чаю? Нет, спасибо. А я с огромным удовольствием. Антон Андреич, нам нужно просмотреть дела всех рожениц за последние полтора года. Да. Если ребенку сейчас больше года, то роды должны были быть как раз в канун гибели доктора. Оригинальному заключению. Господа, давайте я вам помогу. Ну, кто же лучше меня знает, что здесь и где лежит, какие записи вам нужны. Ой. Вот я растяпа. Руки-крюки. Я сейчас все уберу. Вы нас в гостиной. Подождите. Хорошо. Глазам не верю. Яков Платоныч, кажется, нашел. Акулина Баранова. Не жена ли это того самого конюха Баранова, который живет рядом с Фоминым? Так оно и есть. Умерла 14 месяцев назад. Обширное кровотечение. Собирайтесь, поехали. Ну, что, господа, нашли, что искали? Кое-что нашли. В кабинет доктора, никому не заходите и ничего не трогать. Как прикажете. Эмиль Узга, пойди-ка, пацанец. Позвольте себе дело срочное. Чего себе? Пошли. В кабинете у доктора приберемся. Так ведь господин следователь велел ничего не трогать. А ты больше чужих слушай. Баранова умерла за две недели до того, как доктор пропал без вести. Все сходится. Баранов кучер, здоровый мужик. Ему бы одного удара хватило для того, чтобы убить доктора. Местные дороги он знает не понаслышке и догнать пролетку в метель для него расплюнуть. Думаете, и Глебова он убил? Возможно. Я видел шрам у него на руке. Ну, как будто порез от скальпеля. И к тому же мы знаем, что Глебова приезжала к Фоминову в тот вечер. Баранов живет рядом, так что мог видеть и знать, куда она потом направилась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы здесь? Что случилось? Ну, я не понимаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Беги, торопись. Куда? В мой дом. Дядя? Послушай, что они пишут. Послушай, одна молодая дама за три года брака так и не сумела подарить мужу наследника и обратилась к профессору к нам. А ты куда? В дом погибшей Глебовой. Я с тобой. Только оденусь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вечер добрый. Да уж ночь почти, ваше благородие. Чем я заслужил ваш визит? Покойная Акулина, ваша супруга? Так точно. Родом не померла. Царство ей небесное. Вам придется проехать с нами. А это еще зачем? Лучше не сопротивляйся. Иначе нам придется применить силу. Эй! Яков Платон... Яков Платоныч! Яков Платоныч, извольте объяснить, а что здесь происходит? Ваш кучер подозревается в убийстве доктора и его матери. Задержан до выяснения обстоятельств. Как это? С чего бы ему... Вы видели господина Баранова позавчера вечером? Когда вдова Глебова к вам приезжала? Точно. Его же не было дома. Я как раз хотел дочку навестить, я думал попросить его подвезти, а я стучу, стучу к нему, а и никакого толку. Не было. Что ты меряешь, пустобрех? Дома я был, ты не стучал! Так, ты вырядок? Будешь на меня наговаривать? Сейчас. Так, Колька. Колька! Ну, иди сюда. Кого звали? Тебе так, Абрилович? А вот скажи, кто прав, я или вот этот Космотей? Позавчера вечером я к нему стучал, а он не открывал. Помнишь такое? Ну, как не помнить? Помню. Значит, подтверждаешь мои слова? Подтверждаю, стало быть. В участок его. Иди. Горит! Горит! Стой, стой! Анет, Анет, куда ты? Не надо, не надо одной. Надо вызвать пожарную команду. Что вы делаете? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ